Я сейчас рассказываю эту историю впервые. Господи, об этом никто не знает. Я, конечно, охренею. Она должна набухаться и вступить в половую связь в эфирной студии с видом на горы. За здоровечко всех там! Когда поставил ГБО на Теслу, да? То есть ты так вот ходишь... Это YouTube, детка! Мы делаем, что хотим. Друзья, еще раз всем привет. Меня зовут Роман Кириллович. Это Квартирник Франч ТВ. Андрей Шабанов, давайте поаплодируем. Здрасте. Всем здрасте, всем привет. Одессит, генеральный продюсер Поста радио, телеведущий нового канала. И еще кое-что, но об этом немножко позже. У него на этой неделе просто обновление в его личном и бизнес-опыте. Так, ну не видно, блин. Посмотрите на канале. Не, ну тут два варианта. Или поднять нас, или поднять вас. Другого нет. Я могу сесть на самом деле на спинку кресла. Да? Да, меня будут. Но я со своей комплекцией не стал. Ну ты вряд ли, наверное. А меня они видели. Опа. Ты уверен? Чувствуешь, что... Так, вот так нормально? Слушай, я, наверное, вот так на всякий случай буду делать. Давай, да, хорошо. Андрей, ты тут наверняка за свою карьеру сталкивался с журналистами, которые не готовились к интервью, которые приходили, задавали тупые вопросы. Я тебе больше скажу даже, я каждое утро на такого журналиста в зеркало смотрю, когда зубы чищу. Ты сам такой. Так вот, я готовился. Отлично, садись, давай туда. Я всю неделю смотрел твои интервью, спросил любой факт своей жизни или случай, о котором ты рассказывал публично, и проверим, насколько я готов сегодня к интервью. Вот давай, любой, без подготовки это. Что случилось со мной в 1990... летом 1996 года, когда я поехал из Одессы на электричке на Каролина-Бугас на базу отдыха моего университета. Так, ладно, к заготовленным вопросам. Спасибо. Ты тогда сильно набухался и чуть не утонул. Ну да, это правда. Да, посмотрите, Факат Найт. Мы сейчас здесь пытаемся сделать такую пародию на лейт-найт-шоу, но так как мы не профессионалы, с нас, как бы, говорится, взятки гладкие, и если мы обосремся, то ничего страшного. Ведь, казалось бы, все ингредиенты есть. У нас есть звезда, у нас есть ведущий в кадре, да, ну, в нашем случае такой, знаешь, бесплатный, предоставленный государством. У нас даже есть музыкант. Гена, не стеру, кстати. Похлопаем. Ген, давай, слабай нам что-нибудь. Круто. Но это не все. Гена способен на большее, и мы немножко позже к этому вернемся. Вы поймете, потом зачем баян. Давай окунемся в прошлое. Давай. Ты любишь окунаться в прошлое? Не очень. Но придется. В 97-м году ты снимался в клипе Игоря Саруханова «Скрип колеса». Да, это правда. Видите что-то? Это, кстати, классная история. Ничего не видите? Короче, я вам расскажу. Он играл еврейского слепого мальчика, который сидел на улице, играл на скрипке и... Вот. Вот, это удивительно, но это не я, и я не его играл. Это не ты? Нет, конечно. А кто это? Ну, хер пойми кто, я не знаю. А где это? Кого ты накалывал? Это актер. Там на самом деле есть... Подожди, у меня шутки заготовлены под то, что это ты. Ну, ты можешь пошутить. Дело в том, что приехал тогда в Одессу Тигран Киасаян. Да. Режиссер. Известный режиссер. Тогда он много снимал видеоклипов. И они снимали, там есть часть, если ты помнишь. Там в клипе история такая. Еврейская девочка, еврейский мальчик. И там, в общем, что-то плохо у них живется на родине. Ну, это, видимо, в Одессе, там, я не знаю. Где-то на их родине плохо живется. И вот, значит, они идут, эти еврейские детки с родителями, грузятся на корабли и уезжают в далекую эмиграцию. И там они теряются. И вот вместе с этими детками в эту эмиграцию они же не вдвоем валят. Валят родители, там, все их родственники. В общем, целый корабль. И вот один из таких ортодоксальных евреев в этой ленте, в этом клипе, это я. Короче, у нас конкурс. Найдите Андрея Шабанова в клипе. Да, мне прилепили вот такие пейсы. Я тогда еще гладко брился, а там надо было, ну, бороду мне сделать. Короче, я не знаю, почему, ну, представьте себе, 97-й год, там, эту бороду клеили. Говорят, что это был специальный киноклей. Но, простите, сука, он так пах лаком для пола, вот, что я до сих пор считаю, что это был лак для пола. Вот, 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 вот просто. Значит, и вот это вот тебе вымазывать. Не осталось в тебе? Я, я, честно говоря, так, значит, в секундочку подумал, что ты меня сейчас темнешь. Вот так полезно. Я могу. Вот. Нет, так, мы все можем все-таки, слушай, Европа рядом. Вот. Тебе вот так вымазывают лицо, ты клеишь вот эту вот бороду, и потом съемочная смена 12 часов. Часа через два, через три, так начинает чесаться лицо, а ты же не можешь сорвать и вот как вот нормально почесать. То есть ты так вот ходишь, вот так вот, да, и пытаешься чесать, значит, там, как-то активируя молекулы своей кожи здесь, чтобы оно там само как-то чесалось, но ничего не получается. Ты максимально хотел уехать в эмиграцию после этого, да? Да, конечно. Чтобы тебя не мазали лаком для пола. Это был ужас. Вот такая вот у меня была роль эпизодическая. Помните эту песню? Я когда готовился, я ее раза три на репите слушал. Очень крутая. И поехали. Скрипка лиса. Да, это начальный проймыш. Гена Нестерук у нас сегодня. У нас пока нет группы Зерутс, как у Джимми Феллона. У нас нету группы Фрукты, но у нас есть Гена Нестерук. Я считаю... Как твоя группа называется? Гена это круче. Группа Гена. Хорошо. Гена с группой Нестерук. Да. Гена Н.З. Нестерук. Н.З. Нестерук. У меня было тяжелое одессе. Ты какого года рождения, кстати? Восьмидесятого. Ну, ты пацан еще. Да. По сравнению с 76-м, ну, конечно, мальчик. Когда ты уже научился сам ходить на горшок, я только родился. Ну, кстати, да. Ну, тогда, в те годы, конечно, разница была сумасшедшая. Ну, да. Мне 4, а ты еще что? Ты на этой неделе наконец-то признался в том, что ты являешься собственником, да, или там совладельцем отеля Rooms & Rumors в Одессе. Это такой дизайнерский отель. Можно показать его, кстати? Я надеюсь, что будет видно. То есть ты теперь отельер? Ты отельер. Ну, можно так и сказать, да. Вот это, конечно, громко сказано. Слушай, класс. А где вы эти все фотки взяли? На сайте твоем. А, понял. Да, заходи почаще, там можно любоваться. Если вы обратили внимание, там каждая комната, она уникальна. Вот эта комната... Джимми Моррисона. Да, вот это Джим Моррисон рум. Мик Джаггер of the Rolling Stone. Мик Джаггер, да. Да, это Лени Кравиттс рум. Можно на одесский перейти? Вайнел-плеер. Да. Это Элвис Пресли рум. Это Джон Леннон рум. Давайте там еще что есть. Это Боб Марли рум. Там классный виниловый проигрыватель с вертикальной загрузкой виниловой пластинки. Офигенно. Там в каждом номере, помимо винилового проигрывателя, пластинки, которые мы меняем каждый день, теперь еще лежат книги, фотоальбомы обо всех этих артистах. Там вот Стоунс, там классные фотки такие, очень-очень редкие. Слушай, ты меломан. Наверное, не последний очень благодаря этому. Вот эта вся история в каждой комнате, другой исполнитель, своя какая-то атмосфера. Давай, челлендж, поугадываешь обложки альбомов известных. Давай попробуем. Но только мы решили немножечко усложнить, чуть-чуть усложнить тебе жизнь. Мы инвертировали цвета. Но это простое. Ну, это обложка к альбому группы Битлз. Название тоже. К альбому сейчас... Кто подскажет? Хелп? Нет. Но оно очевидно читается по месту, где они находятся. Эбби? Эбби Ро. А, ладно, хорошо. Вот оригинал. Но это просто было, это просто. Давай дальше. Да, это было несложно. Лени Кравиц. Да, твой любимый. Let Love Rule. Да, да, да. Ладно, давайте дальше. Нирвана, Nevermind. Блин, ты все знаешь. Ну, не... Мне просто понравилось, на предыдущей фотке он как будто в лаве плавал. Видишь? Слушай, мне кажется, что это не обложка альбома. А это реально какой-то троллинговый ход, потому что у него слишком большой писюн. Вот. Да нормальный писюн. Да, тут... Да ты посмотри, там... Может, у вас в 76-м были другие? Не, у меня сыну 16 лет. Я как бы знаю, как выглядит писюн. Извините, у маленького ребенка. Да, давайте не будем. Давайте не будем мериться. Он просто какая-то начинающая порнстар. Цвета инвертированы, напомню. Да, это квадрат черный, квадрат Малевича. Блин. Да? Да, это черный квадрат. Спасибо. Слушай, ну, я наконец-то хотел объяснить, зачем у нас здесь... Ну, ты-то понимаешь, но не все знают, что Андрей Шабанов, он закончил Одесское музыкальное училище или школу, да, по классу аккордеона. Музыкальную школу я закончил по классу аккордеона. Музыкальную школу по классу аккордеона. Вот YouTube сейчас это платформа, где можно искать прекрасных людей. Ты знаешь об этом? Да. Вот ты мог бы с Геной там познакомиться. Гена, не стерок, он делает... То есть ты хочешь сказать, это вместо мамбы для некоторых сейчас, да? Типа того, да. Он делает каверы на известные песни, старые и не очень. И я бы хотел продолжить тему с угадыванием. Сделать такую музыкальную паузу небольшую. Слушай, классно. Мне нравится. Вы, кстати, хорошо подготовились по этим штормам. Нормально, да? Я серьезно говорю. Это все Джимми Феллан. Пару идей сперли. Суки. Пригласили. Знаешь, новый канал, все вот эти шутки купил за хреновую тучу денег. А мы сперли бесплатно. Да, для шоу Голя, да. А вы такие, знаешь, они будут смотреться и скажут, а так можно было? Можно было в YouTube посмотреть? Это YouTube, детка. Мы делаем, что хотим. Поехали. Сейчас, секунду, не подсказывайте. А, это вот этот, Эспозитор. Молодец я. Класс. Диспочита, диспочита. Ну, только давай дожидаться первого припева, чтобы мы могли насладиться просто Геной. А, я понял, хорошо. Мы просто ему деньги заплатили. Не, я думал, у вас, как вы угадали мелодию, там, чем раньше. Не, не, раньше не надо. Хорошо. Вот, до припева и называем. Давай следующую. Ген, я тебя доплачу, если что. Ген, не слушай его, я твой босс. Ген, не слушай его. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, вообще, серьезно, они недавно приезжали в Киев. Так, не рассказывай. Нет, не Кюманов. Да что, кто? Давайте в зал перекинем. Ну, что все лавры мне? Давайте в зал перекинем. Да, Imagine Dragons, Believer. Поехали дальше. Ну, пока 1-0. Ну, первый раз ты тоже там... Да, я готов. Ципочита назвал или как ты сказал? Я сказал Деспозита. Деспозита. Да, Деспозита, да? Ну, скорее, которых не осталось после отеля. Наоборот, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это понятно. Это без лишних слов. Это Queen. Это Queen We Will Rock You. Давай дальше. У нас есть еще там запас что-то? Давай еще. Вам понравился, Гена? Давайте поплопаем еще денег. Привет. Кстати, у Гены есть свой канал. Подписывайтесь. Гена, нести рук. Здорово, здорово, здорово. Дорогой. Это Илюша был. Парадайз. Геншусь Парадайз. Да. Кулио. Кулио. Кстати, скажи, пожалуйста, как бы, если ты не настолько старше меня, да, в 64 года, там ерундовая разница такая, вот скажи, пожалуйста, ты на первом курсе, у тебя же наверняка есть высшее образование, ты же интеллигентный образованный. У меня нет среднего, но есть высшее. Да, вот. На первом курсе университета там или института, в котором ты участвовал, ты ездил собирать картошку и помидоры в колхоз на месяц? А я ездил, и это было в 94-м году, когда этот альбом вышел, и это был главный хит на нашей колхозной дискотеке. И ты, и я под баяна это уже слышал. Круто. Друзья, спасибо. Давайте поаплодируем еще раз Гене. Гена, молодец. Если вы захотите, Гена еще нам что-нибудь в конце исполнит. Давай двигаться дальше. У нас сегодня нет, к сожалению, одного человека, который планировал прийти, но по определенным причинам он сейчас скажет об этом. Он записал видеообращение. Это наш с тобой общий знакомый. Да? Да, давай. Привет, дорогие друзья, это Андрей Федерев. Сейчас я нахожусь в Берлине. Буквально через час я должен выйти на сцену, потому что мы проводим Папа Брэнда в Берлине. Это та причина, по которой сегодня у меня не получится зайти лично на квартирник. Но я рад, что вы собрались вместе. Я рад, что у вас сегодня такой прекрасный гость. Андрей, привет. И могу сказать, что Андрея я знал намного дольше, чем Андрей знал меня, потому что все 90-е годы я слушал просто радио. На просто радио было две звезды. Андрей Шабанов и Андрей Даманский. Утром я слушал программу Разводной ключ. Я слушал хит-парады, которые назывались эти пизамол, эти песни запевает молодежь. Я представлял себе этих людей, я их никогда не видел. И потом, когда через много-много лет я с ним познакомился, ну это знаете, как вот группис, которые добираются до своих кумиров, примерно таким образом. Поэтому я не могу сказать, что у нас с Андреем какое-то гигантское количество совместных историй, но мне почему-то вспомнилось, как мы совершенно случайно встретились в Бангкоке с женами, пошли в ресторан, поужинали и решили поехать на улицу, где огромное количество проституток. Ну, точнее, не проституток, извините, а стриптизерш, конечно. Вот, с женами. Для того, чтобы посмотреть, как там вообще организовано все это в Таиланде. И вот, когда мы ехали в машине, то нас остановила полиция, потому что они считали, что очень странные люди, которые идут в том направлении в это время. И нас обыскивали, а Андрей собирает пакетики для сахара. И он в ресторане взял пакетик с сахаром. И они долго его пытались, что в этом пакетике, потому что были уверены, что именно это и есть то, что они искали в тот вечер. Но, в общем-то, мы отбились, поехали на эту улицу, сделали стрим и потом спокойные, счастливые, с чувством выполненного долга пошли спать. А по поводу вопросов, как тем более мне просили сделать какие-то провокативные вопросы, у меня их к Андрею нет. Потому что я думаю, что если аудитория пришла физически, лично, то лучше пусть вопросы задает аудитория. А я желаю Андрею процветания и Франш ТВ. Все молодцы и Крейт ВТВ. Пока. Спасибо. Так, ну я так понял, что вы с ним познакомились, когда он пришел за франшизой после этой истории к вам, да? Кстати, друзья, 25 октября в Киеве пройдет Федерев Ченч. Это большая конференция, где соберутся практики бизнеса. Там будут представители компаний Google, OX, розетки и многих других. Настоящие практики бизнеса. И у нас есть один билет категории White стоимостью 7000 гривен. Это более 200 баксов. И мы сможем подарить его одному самому крутому нашему подписчику, который напишет, почему он хотел бы сходить на Федерев Ченч. Подробную информацию о мероприятии и о том, как выиграть билет, вы найдете в описании этого видео. Дерзайте, друзья. Мы там также будем, поэтому, надеюсь, увидеться с вами. Продолжим смотреть «Квартирник». Ты наверняка слышал, недавно и видел, наверное, в прямом эфире какой-то американской радиошоу, проекта, не знаю, Илон Маск забил костяк и выкурил его. Видели все? Да. Покажите. Покажите. Его выражение лица при этом. Как бы ты эту фотку подписал? Полетели. Не-не-не-не, помнишь, у него была эта легендарная фраза, когда Тесла улетела, он сказал «это хуевина летит». Да, вот с таким выражением лица он много. «Это хуевина летит». Оказывается. Когда поставил ГБО на Теслу, да? Что вы безумного творили? Вас не снимали в 90-х, не было прямых эфиров. Что самое безумное, что вы делали во время прямых эфиров? Рассказывай классную историю. Давай. Я, честно говоря, не помню, сколько мне уже тогда лет было. Наверное, 19 или 20. Мне всегда минус 4-е больше. Это радио... Ну, я не знаю, насколько тебе можно эту историю рассказывать сейчас уже после твоего напоминания. Нас узнавали по голосам в общественном транспорте. Ну, меня точно. Вот меня несколько раз узнали по голосу. Там, видишь, в троллейбусе, вот так вот общаешься с другом. Громко общаешься с ним. Ну, там, троллейбус громко говорит, ты в наушниках постоянно сидишь. Поэтому я и до сих пор громче разговариваю так вот в среднем, чем большинство людей. Вот. И тебя кто-то стучит по плечу и говорит, слушайте, а вы не вот этот вот... Господи, как... Шабанский. Шабанский с... Шабанович. Ну, вот да, вот эта вот история. Вот так вот, да? Ну, и, естественно, мы, ну, просто рок-звездами себя ощущали. Вот. А что должна сделать рок-звезда? Она должна набухаться, да? И вступить в половую связь в эфирной студии с видом на город. Вот это вот... Это было? Да. Ну, прямо в эфирной студии с видом на город. Более того, прикольная история... Я хотел шутку сказать, у меня голос пропал. Видишь, ну, ты просто закашлялся. Именно так ты стал программным директором, да? Нет. А я программным директором стал гораздо позже, ты чего? Вот. Но, как бы, возможно, это как-то повлияло, да? Я сейчас рассказываю эту историю впервые. Об этом никто... Господи, об этом никто не знает. Все включили стрим? Подождите. Да. А я вел программу, где мы призы разыгрывали. И приезжает к нам девочка забрать приз. А девочка такая, ну, как бы, она уже не девочка. То есть, она старше меня. Ну, вот, прямо видно. Я не помню, там, на пару лет она была старше. Мне было 19, по-моему, тогда. Ей там что-то было, там, 20 с кусочком. Старею. Да. И она забирает этот приз. Я ей сам его выдаю в офисе станции. То есть, у меня уже закончился эфир, все. А она садится вот так вот смотрит на меня. А я чувствую себя достаточно некомфортно. Вот. Она мне говорит, слушай, а что ты делаешь? Ну, вот сейчас у тебя эфир закончился. Закончился. Какие планы у тебя? А мне, как раз, надо было стричься ехать. Я говорю, я еду к парикмахеру своему. Она говорит, а можно я с тобой поеду? А у нее, ну, вот, грудь вот такая вот просто. Понимаешь, ну, я не знаю, там, четвертый размер, наверное. Вот. А я тогда до этого грудь вообще там, ну, я не знаю, там, раза три, наверное, видел в жизни живую. Вот, да, вот, естественно, я не мог отказать ей, и я поехал, ну, то есть, я говорю, ну, хорошо, поехали. Значит, мы едем. Я вообще не знаю ни о чем с ней говорить. Но я, как бы, там, несу какую-то хрень. Уже пау-тем точно есть. Откуда такая грудь? Нет, извините, пожалуйста, я интеллигентный человек, в отличие от тебя, поэтому я не могу вот сразу так со старта. Приезжаем мы в парикмахерскую, я иду стричься, а там, причем я, конечно, хренею, это 95-й год, но там почему-то лежали уже какие-то глянцевые журналы в лобби, то есть, вот, в зоне ожидания. Я заканчиваю, выхожу в это лобби, сажусь рядом с ней, и вот дословно, она, как бы, вот, держит журнал открытым, а это журнал Playboy. Вот, и она держит его, ну, так, чтобы я увидел, на какой странице у нее это открыто, и что она его держит. И она смотрит на меня и говорит... Слушай, я... Ген, сыграй что-нибудь такое эротическое. Слушай, я так насмотрелась на этот журнал, я просто не могу уже. Блин, мне... Да, а мне 19 лет, куда вообще, что? Я говорю, в смысле не могу? Она говорит, я так тебя хочу. Ну, и тут я думаю, блин, была не была, надо как-то, вот, короче, надо что-то делать. Разреет. А где? Ну, что, ее к родителям отвезу домой, что ли? Понимаешь? Я же с родителями живу еще. Что я привезу, скажу, мам, вот, как бы, она тут насмотрелась, не мог отказать. Вот и вы посмотрите. Понимаешь, ты же меня учила быть добрым, отзывчивым, вежливым мальчиком, вот, поэтому, как бы, вот такая... А, а, как бы, а со мной в комнате еще моя сестра младшая живет, она, да, там, как бы, это, ну, это вообще, понимаешь, что я ее к родителям в спальню отправлю, что ли, спать. Вот, ну, и, как бы, других вариантов нет, есть только эфирная студия, в которую я имею доступ. Вот, то есть я могу туда приехать, причем тогда еще там с доступом все было жестко, там охранник сидел. Мы приехали, причем я и говорю, ты постой здесь, я отвлеку охранника, а ты заходи. Я рассказываю, вот, как бы, куда идти и где спрятаться. Значит, это все происходит, она заходит, значит, все, я иду. Происходит у нас с ней акт любви, прямо в студии эфирной. Вот, но, когда все закончилось, я сажусь на подоконник, вот, она садится на стул, ну, и тут мы, как бы, начинаем друг другу задавать вопросы, а как ты вообще там, как, что? Вот, она говорит, слушай, мне уже пора домой ехать, потому что меня муж ждет. Вот, я ее спрашиваю, а муж? Понимаешь? Что происходит? Я говорю, а кто он? Ну, там, типа, а чем занимается? Я думаю, сейчас как скажет, там, типа, да, он тут местный авторитет, там, что-нибудь такое. Нет, все оказалось гораздо хуже, она говорит, да, он летчик-истребитель. Вот, а мы, напомните, на 11 этаже, то есть, как бы нелепо это не звучало, но в какой-то момент я так выглянул в окно, посмотрел, думаю, хрен его знает, потому что они так развлекаются. Там, типа, она ходит, дразнит его, значит, вот, а он потом летит на самолете и пускает, там, ракеты и разносит дома, хрен его знает. Отвечая на твой вопрос, там, что мы делали, как мы куролесили, ну, вот такая струк. Круто, давайте похолпаем. Как вы находили за 20 секунд нужную песню? Смотри, ну, во-первых, есть трюк. Подставные люди? Нет, ты, ты дозваниваешься тогда, когда звучит предыдущая песня. За две песни. Вот, ну, или за две песни, не имеет значения, то есть, там, ты дозваниваешься во время предыдущей песни или во время рекламного блога. Когда я вывожу тебя в эфир, я говорю, так, ну, что ж, друзья, вот у нас звоночек, алло, здравствуйте. И ты говоришь, здравствуйте, фуф, вот вы к нам только что дозвонились, а что бы вы хотели слышать? Ну, и вы говорите, там, Джипси Кингс поставьте мне, пожалуйста. Вот, мы такая, бомболею. Класс, супер, она уже готова, она уже стоит там в компакт-диспре играет. Это первый вариант. Второй вариант. Конечно, знание фонотеки никто не отменял. Значит, это вот громадный стилаж, приблизительно вот такой вот. С компакт-дисками. Я, вероятность, 90% знаю, на каком диске она находится. Поэтому мне ничего не стоит там встать с кресла или протянуть руку, потому что все, рядышком так все подготовлено. Протянуть руку, забрать диск, там, задать какой-то вопрос, чтобы человек там потрепался хотя бы секунд 30, там. Вот там типа маме, папе, моему дяде Сереже из Беляевки. Там всем я хочу передать привет. О, еще бабушка моя. Хочу ей тоже передать привет земля и пухам. Там все вот это вот. И дедушке, там, надеюсь, что им там классно вдвоем, там, что они помолодели, там, все. Вот это, значит, он там рассказывает. Ну и там, наконец, там, за здоровичка всех, там. А ты уже нашел диск, уже открыл, уже вставил, уже подготовил. Ну что ж там, за здоровичка так, за здоровичка. Там, для покойной бабули, там, Backstreet Boys, там. Такой шок-контент под конец. Это фохороны в Гане. Все, вырубай. Андрей Шабанов, 76-й. Спасибо огромное, спасибо огромное всем за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!